В 2016-м на базе бывшей банковской академии планируют создать Центр финансовой грамотности. Об этом заявил Георгий Лунтовский во время визита в Севастополь. Также рассказал, в декабре этого года выпустят 100-рублёвую банкноту, посвящённую присоединению Крыма и Севастополя к Российской Федерации. Изобразят на ней символы этих двух субъектов, а сама купюра будет выполнена в необычных цветах. Также на декабрь запланирована презентация платёжной карты МИР. В ноябре начинается пилотный проект, в котором участвовать будут несколько коммерческих банков. А уже с декабря карта пойдёт в население практически через всю банковскую систему. У нас есть уже соглашения с международными системами, такими как Мастеркард, Американ Экспресс, о совместном выпуске карты. Она будет приниматься как за рубежом, так и в Российской Федерации. Вначале мы будем её выпускать как чисто российскую, а уже с 2017 года она пойдёт как международная. В рамках недели финансовой грамотности Георгий Лунтовский прочёл лекцию для студентов Российского экономического университета имени Плеханова. Тема встречи – наличные и безналичные расчёты. Нам как студентам этого университета очень важно, что к нам приезжают такие люди, нам очень интересны эти лекции, и мы узнаём очень много нового и интересного, и это в дальнейшем нам поможет нашей профессии реализовать себя получше. Мы выпускаем экономистов, причём экономистов-профессионалов, и надеемся, что наши студенты в дальнейшем поднимут экономику Севастополя и экономику Крыма, и вольются в общую среду Российской Федерации экономической жизни. Это не первая наша встреча с Центробанком. В прошлом году тоже была организована встреча, и завтра у нас предстоит день, неделя финансовой грамотности, и весь день мы будем принимать представителей банков, которые будут читать лекции нашим студентам. Недели финансовой грамотности в нашем городе уже традиционные. В них принимают участие сотрудники Центрального банка, Министерства внутренних дел, представители брокерских, управляющих страховых компаний. Жители Севастополя знакомят с российским законодательством, а также особенностями рынка финансовых услуг и нововведениями в этой сфере.